Музыка Однако добро здоровиться! Ну что, подготовка к моему 70-летнему юбилею идет полным ходом. Отзывы, ваши воспоминания, ваши комментарии, рассказы о том, как повлияли знания из моих книг. Хотя знания-то не мои, но тем не менее, книги-то я написал. Пишите отзывы, отзывайтесь, что, что, как, положительное, отрицательное, все пишите. И вот один из отзывов, лучше так скажем, я как раз его и прокомментирую. Что можно сказать, греет мою душу, что все-таки, знаете, жизнь прожита не зря. Помимо того, что ты что-то для себя сделал, ты сделал и для людей. Итак, тело синк, так примерно. Ребята, я скажу проще. Геннадий Петрович – это неземное что-то. Кстати, знаете, если так хорошенько подумать, мы думаем, что мы земные люди. На самом деле мы творение Вселенной. То есть мы живем во Вселенской. Вселенский масштаб для нас не чушь. И во снах мы бываем в разных, так сказать, мирах. Это не просто так. Мой прогноз, он проживет до 120-145 лет при его очищенном организме. Вот тут, к сожалению, я вас огорчу. Вот 70 лет прожить – это очень и очень хорошо, я считаю. Я не придерживаюсь того, как я раньше придерживался. Ну, примерно так. То есть не считайте, что если вот я, допустим, написал эти книги, то я какой-то фанат. Вот, мне интересна жизнь в целом, а не то, что вот постоянно оздоравливайся, оздоравливайся, оздоравливайся. Процессы старения берут свое. Кожа высыхает, тело потихонечку дряхлеет. Это все естественно. Зубы выпадают. Так что, вот, нечто фанатичного не надо, вот такого, знаете, вот, думать, что вот, что-то там такие процессы, така-така, я с вами делюсь. Но, тем не менее, тем не менее, если все это дело придерживаться, то срок активной жизни может быть очень и очень. Ну, это, так сказать, вот, знание для вас. Давайте уже как-то равняться на него. И это очень серьезный момент. Ну, в целом, можно и поравняться. То есть я живу своей собственной головой, кое-чего достиг во всех отношениях. И хочу, опять-таки, вот такую вещь сказать. Возьмите все лучшее от того или иного человека и примените к своей жизни, дабы сделать ее еще лучше. Он нам дал жизнь на долгие годы. Ну, нет, ну, так нельзя, конечно, говорить, что я вам дал жизнь. Я жизнь не даю. Ну, вот, кто интересуется, как эту жизнь поддержать, знания, которые общечеловеческие, они есть. Пожалуйста, бери за пользу. Вот это другое дело. Кто, конечно же, в этом заинтересован в плане очищения? Ну, насчет очищения я как раз сказал, что с возрастом происходит ухудшение наших процессов из-за того, что потихонечку загрязняется организм. Но помимо загрязнения влияют еще, естественно, влияют, допустим, даже с помощью очищения можно организм там поддерживать в хорошем состоянии. Но природные процессы высыхания, потеря теплоты и потеря жизненной энергии, они как шли, так и будут продолжаться. Хотя тоже в какой-то мере это можно сохранить. Я в 18 лет уже занялся оринотерапией по его книгам. Родители тогда купили все 4 тома. И клизмы, и микроклизмы делал. Пил упали на урину в 18 лет уже. Если заняться, это, как бы сказать, профилактика, вот это и есть здоровый образ жизни. Не обязательно там с уриной терапией так плотно заниматься. Достаточно наладить питание, движение и, естественно, владение своим собственным сознанием. Ну и тогда очень и очень далеко вы продвинетесь. Так, урина противная она, конечно, но результат налицо. Урина будет великолепной жидкостью, если вы измените свое питание. Если у вас будут каши и овощи, меньше смешанных продуктов в одном питании, то, как правило, она станет совершенно другой на вкус. И вы ничего такого не почувствуете, никакой противности. Все противное начинается, вернее, тогда происходит, когда человек только начинает заниматься. Он видит, что, что и как. Ну, я об урине много рассказывал. Например, как вы себя можете проконтролировать с помощью урины на голоде. Какие процессы идут. Что сначала выделяется в течение недели, потом, когда закончилось и так далее. Это очень интересное наблюдение, я об этом рассказывал. И результаты, конечно, будут... Мне 45, но хотите верьте, хотите нет, я выгляжу на 30 с чем-то. В 45 лет, если человек действительно придерживается правильного, здорового образа жизни, он может выглядеть очень и очень молодо. Кстати, вот посмотрите на меня, я в то время, когда все это дело только занималось, развивалось, я, так сказать, активно всем этим занимался, вот как я выглядел. Я тогда скажу, сколько там лет, вот на эту фотку посмотрите. Спасибо Геннадию за это все богатство, за это все богатство. За богатство знаний. Опять-таки, вот знаете, можно сказать, ну, ну, что там ты сделал? Вот, амердоволат, амоциация. Он взял, добросовестно собрал сведения о травах. Он собрал что-то, конечно, его собственное. Но это в основном сборник. Точно так же поступил я. Я собрал, обработал. И примерно возникло понимание, как вести оздоровление. Если в основе большинства болезней лежат два фактора. Ну, сейчас пришла другая еще мысль, ну ладно, я закончу. Два фактора. Это зашлаковка и это заселение организма паразитами. Естественно, третий фактор должен быть, и он самый главный. Это, чтобы вы умели владеть своим сознанием. Чтобы вы ценили свою жизнь, ценили свое тело, которое позволяет вам в этой жизни реализоваться. И, естественно, за ним надо ухаживать. Надо его правильно питать. Надо его защищать от паразитов. Надо его, если питание нормально, оно особо и не загрязняется. А если, конечно, вы до этого увлекались чем-то таким. Вот, профилактически очищать. Профилактически. Да и тогда действительно будет отлично. Я иногда прихожу в магазин, а на меня девчонки смотрят. Мне как-то даже неудобно становится. А они-то думают, что мне где-то 30. Ну и хорошо, хорошо, пускай там 30, пускай смотрят. Я считаю, что это как раз отличное достижение, когда люди на вас смотрят. Ну, смотрят, можно так сказать, с каким-то восхищением, с какой-то завистью. А это все плоды вашей работы. И вы это принимаете естественно. Вот что важно. То есть вы потрудились над собой и получили результат. И как видите, вот они, книги. Четыре книги, по которым занимался этот мужчина. Ничего такого слишком сложного нет. Ну, немножечко в это дело надо вникнуть. И все будет получаться. А мне через пять лет будет полтосик, полтосик. Магия какая-то. Да не магия какая-то. Это нормальное явление. В 50 лет тоже человек, который следит за собой. Следит за собой не так, что там что-то там такое делать. А по-настоящему. Что значит следить за собой? Это должно быть качество вашего тела. Чтобы его структуры были такие, которые поддерживают жизненные процессы. Если тело зашлакованное, жизненные процессы, просто оно просто через эти шлаки буксуют. Все физики и прочие-прочие там химики говорят, чем чище материал, тем, значит, по нему лучше течет электрический ток и так далее, так далее, так далее. Так вот, чем чище наш с вами организм, тем лучше через него идут все жизненные процессы. И, естественно, это отражается внешне, что человек выглядит там и 50 не дашь ему. Действительно, он может на 30-ник выглядеть. Очень молодно может. Значит, магия какая-то. А вся магия заключается в нашей забитости организма, которая нас и старит. Ну, конечно, вот я смотрю на людей многих, вроде бы молодые, они курят эти все эти кальяны какие-то, эти вайпы там, еще что-то там, электронные сигареты. Вот, и вроде люди умные. Я им как раз говорю, знаете, вот самое страшное – это тонкие шлаки, то есть, которые образовались вот в результате этого пара, в результате этого дыма. Они очень легко проникают в наш организм и буквально-таки наводняют его весь. Более понятно, я вам пример приведу с шахтерами. Люди, которые работают в шахте угольной, они называются шахтерами. Хотя есть шахты разные там. Ну вот, в угольной шахте. И в результате того, что они там добывают уголь, рубят его, образуется эта пыль мельчайшая, она попадает в легкие. И человек проработал там, ну, наверное, лет 10, он, наверное, гарантированно получает такое заболевание, которое называется силикоз. То есть, в легкие попадает пыль, и очень-очень трудно вывести, из-за этого как раз возникает вот это вот заболевание. Хотя можно и это вывести, заболевание. Так вот, от разного рода дымов, которые мы сознательно там вскуриваем, поглощаем, аэрозолей, ну, естественно, с помощью продуктов питания, которые не совсем нам подходят, но которые широко распространены. Тем более мы все питаемся из магазина. А в магазине главное продать. А что продать, неважно, лишь бы продать. Их заботит продажа и деньги, но не здоровье граждан, которые все это купят. Вот это все оседает и, естественно, начинает старить наш организм. То есть, процессы старения из-за зашлаковки начинают, ну, просто быстро идти. Так что надо чистить себя. Все сейчас злые какие-то стали. Это от забитости организма. Нет, я бы не сказал, что это из-за того, что организм зашлакован. Время такое. В сознании людей практически всего мира доминирует понятие об обогащении, причем обогащении любыми средствами, законными, незаконными, варварскими, неварварскими. В результате вот этого и возникает у человека нервозность, подозрительность, мнительность. И он не может радоваться жизни, потому что он понимает, что вот если он обманул других людей и за счет этого приобрел вот такие-то огромные блага, то рядом же находились люди голодные до этого и видели, как все это делается. И более того, что там сейчас происходит. Вот человек какую-то должность получил, значит, ключевую за счет этого, значит, себе, так сказать, нахапал материальные эти благосостояния. Состояние там есть такие люди, у которых просто квартиры завалены купюрами денег, а потом с должности там ушел или там сняли или еще. И те люди, которые все это видали, как это, что, и сами даже ему там помогали, ну раз только, на него заявку и все. И всех этих благ решается и пошли по этапу. Вот это все так же влияет. Так, забитости организма, прежде всего, толстые кишечники, печень. Ну, толстые кишечники, печень – это как раз основные узлы, в которых накапливаются вот эти все загрязнения. Если человек, в первую очередь, плохо ходит в туалет по-большому, значит, у него уже там скапливаются ненужные вещества. Там же, в толстом кишечнике, происходит всасывание воды. И вот это все, что должно выведеться естественным путем, всасывается в кровь. И вся эта кровь куда поступает? Ну, конечно же, в печень. И страдает толстый кишечник, печень, а за ним уже все идет по крови, все распространяется по всему организму. Так, вот откуда зло идет от многих людей? Нет, я считаю, что зло идет от многих людей. Это в первую очередь из-за того, что вот в обществе вот такая вот тенденция к обогащению, конкуренции и все вот отсюда и начинается. Конкурируют за мужей, конкурируют за жен, конкурируют за богатство, конкурируют по карьерной линии и много-много. Я вот добрый по сей день. Ну, так и надо оставаться. Это уже, знаете, доброта, это все-таки, она и приобретается, ее можно наработать. И эта же доброта, она уже как следствие зрелости человека. То есть в эту жизнь мы приходим разные. Приходят люди, которые зрелые, за счет того, что в прошлых жизнях они там поработали. Кто-то может согласиться, прошлая жизнь там настоящая. Но это их проблемы. Я так вот читаю и так вот у меня получается. Вот. И плюс ты еще можешь здесь. То есть человек пришел, он уже изначально может быть добрый, как бы не от мира сего там, ну, встречались с разными людьми, да. И можно эту доброту еще наработать здесь, развив ее в себе. За счет, опять-таки, работы над собой, понимания. Вчера я нарвал листьев березы. Пить буду их, но чисто как курс. То есть в течение какого-то курса он попьет листья березы. Листья березы, молодые листочки березы, они многие полезные вещи делают. Я опять-таки составляю свой этот травник. До этого я работал. У меня есть по березе довольно-таки хороший материал. Я ощущаю себя всю жизнь круто. Ничего у меня никогда не болело. Если вдруг простуда и естественная температура, перекис водорода в нос два дня и все. Нет ничего. Мочу не забывая пить, товарищ, она дает нам неимеверные силы, снимает усталость, работоспособность на весь день, невзирая на трудности. Ну, это уже практика показывает. Вот если человек это все принимал, он уже со своего опыта говорит, что, что и как у него происходит. Во-первых, если организм действительно довольно-таки очищен, человек придерживается правильного питания, то у него иммунитет довольно-таки силен. А так, вот смотрите, если человек зашлакован, у него жизненная сила во многом тратится на то, чтобы, знаете, вот через всю эту грязь, как-то это самое, обеспечить эти жизненные процессы. В результате она теряется. Нежели если человек очищен, то, знаете, в чистом организме, особенно, допустим, после голодания, после правильного питания, если человек там придержался, очень сильно возрастает выносливость. Это как раз вот это вот качество есть. То есть нет усталости. Работоспособность, да, пожалуйста. Работает и работает, несмотря ни на какие трудности. Я это сам на себе ощущал. Но я понял, я так и буду очищаться, мне вот будет 80 лет, а я буду выглядеть на 50. Ну, всё, может быть, я не буду отрицать, что и такое может быть на 50. Ну, я не знаю, вот насколько я выгляжу по-вашему. Вот мне юбилей будет 70-летний, 20 сентября. Ну, насколько там вот. Что-то я на себя смотрю так. Не особо бы я что-то сбросил. Хотя, хотя, знаете, вот основные жизненные процессы они совершаются. Я ещё живу половой жизнью. Насколько я понимаю, у многих уже это всё угасает. И мне не до этого. Надо проходить обследование, пить таблетки. А вдруг во время интимной ближести давление подскочит. Инхвард с миокардом. Вот так-то. Ну и хорошо, если девушки захотят, я их тогда домой на ночь прилашу. Вот так вот. Но всё это не я. Это наш любимый Геннадий Петрович дал нам жизнь дальше, чем мы думали. Но опять-таки, я не жизнедатель. Я тот человек, который, ещё разок покажу, собрал вот такой вот талмуд, разного рода знаний, обработал, и сказал, вот желательно вот так пользоваться. А если у вас не получается так, вы можете вот так воспользоваться. То есть, вот как очищение. Огромное количество различных методов очищения. Смотрите, с помощью потения, с помощью питания, с помощью голодания, с помощью даже дыхания есть, с помощью приёма талой воды, с помощью приёма дистиллированной воды, и различных разного рода сочетаний. Я так просто там вам привёл на вскидку. Вот. И будет очень хорошо. Так что, товарищи, чистимся. Хотите жить круто в плане здоровья? Всё-то надо ничего. Банку под урину, клизму пару чашек с ложкой для чистки печени. Ну, я так в общем. А результат ой-ой-ой. Ну, ещё разок, конечно, хочу сказать. Очень здорово. Я в своё время, когда начинал клизмы делать, я сделал курс, вот как раз, где-то клизм, наверное, на 10, глаза заблестели, энергии больше стало, с живота ушло. Ну, это давно очень было. Аж непривычно на себя в зеркало смотреть. То есть, как вы выглядите. Ну, допустим, я поголодал 40 суток, и вы видели, насколько энергетика через глаза действует. Они буквально-таки давят. Найду я сюда, вставлю. Да, все, все говорят, если тебе 45, ты уже старик. Ну, опять-таки, это, если человек о себе заботится, он только в рассвет входит. Знаете, вот, где-то лет до 45, до 50, там, ну, желательно, где-то до 50, чтобы человек, ну, пускай от 45, примерно, до 55, ну, у кого чуть больше, у кого чуть раньше. Мужчина уже должен в жизни чего-то добиться такого, чтоб ему уже, ну, в жизни он себя зарекомендовал, и на жизнь ему уже хватало, на достойную жизнь. Иначе, если что-то не так, можно себе задать такой вопрос, а чем ты занимался вот эти 45, там, 50 лет по жизни? Что ты делал такое, что ты, что ты старик, и, грубо говоря, качество жизни у тебя какое-то это? Ну, если ты доволен, это одно, а если ты вот бухтишь, а кто тебе виноват? Все, нет, не все, мы лучше, мы опытнее во всем. Человек, который ведет здоровый образ жизни, правильно ведет здоровый образ жизни, пользуется своим собственным умом, на основании знаний, которые огромное количество, он отбирает вот эти знания для себя. Я это собрал в книгах, он может воспользоваться, но может сам воспользоваться. Естественно, человек более грамотный, более какой-то продвинутый, и он понимает, что такое здоровье, что это фундамент, который обеспечивает ему дальнейшую жизнь. В противном случае можно нахапать денег, а здоровья нет. Ну и что, приобрести какие-то профессиональные вещи, знаете, достиг каких-то высот. А реализовать их дальше нельзя. Вот ты потратил время на освоение специальности, на зарабатывание денег, еще там, на что-то, еще на что-то. Вот всю, всего себя в это вложил, и вроде бы ты уже получил плод своих этих трудов. А здоровья нету, воспользоваться ничем, ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ГП непревзойденный человек. Ну, я бы не сказал, что я там непревзойденный, это уж, конечно, так, хоть я и светоч, ну, знаете, есть люди и покруче, конечно, будут, покруче будут, но они как-то каждый в своей области, ну, и в моей области, я не хочу сказать, что вот я занимаюсь только здоровьем, я стараюсь жить. Занятие здоровьем мне вначале понадобилось потому, что я столкнулся с тем, что мне жить плохо, мне жить больно, и это было вот где-то до 30 лет такое со мной случилось, и мне надо было решать этот вопрос, то есть очень важно по жизни решать свои вопросы, которые тебе поступают, грубо говоря, денежные, грубо говоря, со здоровьем, с семьей, с детьми и иные, профессиональные, вот, решаешь и идешь дальше, но это не значит, что человек там, только он музыкант, только он, допустим, педагог, другой, значит, врач и еще, мы люди, у нас большой круг интересов, просто иногда вот так получается, жаль, что мы живем в России, а знаете, я не жалею, что я живу в России, возможно, в другой стране мне вообще бы не дали возможность написать этих книг, и вообще бы мировоззрение было повернуто совершенно в иную сторону, то есть есть такие страны, где даже человек не понимает, что есть, допустим, народная медицина, там ее искоренили, только официальная медицина, или какой-то спорт, там вот такой, ну, примерно так. В Америке Геннадий Петрович был бы суперуважаемым человеком, вы знаете, не знаю насчет Америки, хотя и там есть люди, которые занимаются там по моим книгам, и даже меня уважают, я как-то не стремлюсь, конечно, к такому какой-то популярности, хотя, знаете, вот, помимо всего, когда человек не стремится, но вышло так, что меня практически везде узнают, еду там, допустим, в Гундаровку, через пост проезжаю, военный пост, меня узнают, есть люди, которые желают со мной сфотографироваться, да, пожалуйста, ну, и так далее, в магазинах, и кто знает, к чему все эти деньги, он душой уже, душой уже миллиардер, ну, неплохо, конечно, несколько улучшить свое благосостояние, но, знаете, я так вот понимаю, когда улучшается благосостояние человека, и у меня в том числе, знаете, вот вместо того, чтобы ты как-то, ну, это нормально принял, воспользовался, начинают, начинаются какие-то запросы, то есть, вот, видеокамеру не такую, допустим, ну, нет, лучше на часах скажу, часы, допустим, не такие, а раза в три дороже, а то раз в десять, машина не такая, еще там дороже, то есть, человека уводят в сторону от того, чтобы он как-то понимал, что этого вполне достаточно и правильно воспользовался, и я даже, знаете, сейчас, вот у меня пенсия тридцать тысяч, у меня есть машина, черная есть, машина там, белая, вот, и я даже раньше думал, что я не смогу их содержать, но тем не менее, тем не менее, вот, как-то получается так, что я их еще содержу, не шикую, такого, увы, нету, но тем не менее, что касается этой еды, вполне достаточно, там, допустим, куда-то жена все хочет поехать отдохнуть, и на море хочется, или еще там куда-то, ну, каждому свое как-то, а мне вот нравится тут отдыхать, я поехал там в Исток, искупался, вот лето сейчас начнется, и очень доволен, сюда приехал, что-то поделал, нежели там, допустим, на этом курорте жариться, ну, и я как-то такое не люблю, поехал, искупался, то есть все, пятое-десятое, приехал чем-то своим, там занимается, ну, примерно так, душой миллиардер, миллиардер, вот насчет этого я немножечко кое-что вам расскажу, оказывается, знаете, нам во снах показывают действительно, чего мы в течение жизни там достигли, каких-то там, ну, положения, там, каких-то орденов, каких-то еще знаков отличия, чего-то там такого, то есть, вот когда я пробовал перейти на дыхание, вернее, на питание праной, у меня были две такие попытки, вот, во время одной я, значит, мне во сне показали, я опустился в чистейший, знаете, нырнул, чистейший родник такой большой, ой, вода там, и на дне пособирал, я думаю, что я собираю, а вот как раз вот эти свои достижения я пособирал, которые наработаны в этой жизни, которые наработаны в прежней жизни, для того, чтобы, как бы сказать, перейти на этот уровень, ну, насколько я понял, их оказалось маловато, и, либо что-то это мне неправильное дело, и вдобавок, вдобавок, знаете, совершенно без моего участия, я уже показывал, мне пришел такой сертификат, что мне присвоено, как бы сказать, титул графа, графа какой-то там, этой самой, земли, на южном полюсе, ну, примерно так, как-то интересно, я показывал это все, кому интересно, тот посмотрит, то есть, мы зарабатываем, действительно, те или иные, вот, какие-то знаки отличия, какие-то звания в течение этой жизни, естественно, огромное количество решаем своих каких-то проблем, задолженностей, это жизнь, интересная вещь, ее надо правильно понимать, и вот, работать, знаете, живя в этой жизни, и делая соответствующие поступки, если это все правильно, вы уже делаете более благостной, другую жизнь, возможно, совершенно на одной, на другой планете, кстати, мне тоже это тоснилось, о, какая красивая, но меня туда не допустили, в данный момент, ну, так, это вот, душой и прочим, да, просто этого никто не видит, знаете, насчет этого хочу сказать, иногда бывает так, что ты на человека смотришь, и как бы сказать, с каким-то чуйкой, внутренним зрением, понимаешь, кто перед тобой стоит, он может быть действительно какой-то простенький, какой-то такой, это, а значимость очень-очень большая, то есть, обратите на это внимание, это я, я с вами общаюсь, вот, рассказываю, а здоровье у нас одно, потеряем здоровье и не будет ни работы, ни жизни, ничего, очень правильная мысль, о чем я говорю, что здоровье это базис, если не будет здоровья, не будет жизни, то есть, у вас, во-первых, особо семьи не будет, у вас и с работой, естественно, будет там плохо, ну, вот, прекрасно сказано, вот, ничего, если человек больной, ему не до того, чтобы что-то там, куда-то поехать, что-то там, открыть, где-то там, знаете, повеселиться, он только и знает, что работает на аптеку и при этом сторониться, делать что-либо такое, что может пошатнуть его уже, пошатнувшееся здоровье еще, так что, товарищи, прислушивайтесь, прислушивайтесь, ГП, он дело говорит, ну, вы знаете, я рад тому, что люди, которые прониклись знаниями, вот, в этих книгах, они понимают их ценность, их значение, они применяют и повышают качество своей жизни, именно для этого и были написаны эти книги, распространены, ну, и те люди, которые посещают канал, которые там, хотя бы немножко интересуются, кто я такой, они понимают, что я, я еще немножечко повторю, я занимался спортом, и в толчке поднимал, 197,5 килограмм, мог поднять и 200, если бы мне вместо 197,5 на соревнованиях, поставили 200, я бы их затолкал, как с пушки, но, не это, грубо говоря, я могу научить человека, как поднять этот вес, потому что я до него дошел, далее, я голодал 40 суток, я знаю этот процесс, я могу научить человека, как это делать, затем, я закалился, нылял в прорубь, все это там такое, есть такое дело, да, могу научить, как вот закалить свой собственный организм, я сбросил вес, я могу научить, как сбросить килограмм, там, 20, 15, своего собственного веса, я развил гибкость, причем гибкость, очень сильно развил, что вот этот закрытый лотос, он не каждому человеку дается, не каждый человек это сделает, даже люди подготовленные, вроде гибкие, и то они смогут, я в конце концов, для себя разобрался, со своим собственным сознанием, я стал гораздо спокойнее, и понятливее, я могу и научить и этой части, я могу научить, допустим, вот как в жизнь еще вписываться, какие качества надо развивать, для того, чтобы вы вписались в эту жизнь, и как-то жили гармонично, хорошо, то есть, вот, чтобы жизнь была, можно сказать, в кайф, и все это я уже изложил, практически все это я уже изложил, поэтому лично я этим заниматься, не горю и не буду, мне хочется еще пожить, порыбалить, что-то там посочинять, там такое, стихи вы мои слушали, диск музыки вы там слушали, книжки художественные, записки голодающего читали, то есть, все это вы можете открыть в самом себе, занимаясь, ну, допустим, по моим книгам, занимаясь по чужим книгам, смотря эти видосы на канале, и я рад, что вот к вам 80-летнему юбилею вот такие вот отзывы, если у вас что-то было подобное, или свои какие-то мысли, пишите здесь, пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут в сердце вашего стремления, которые до Бога налетят, и пусть от них сгорает скверно, счастливой сложится судьба, пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда. я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!